Здравствуйте, дорогие друзья! С праздником! В эфире программа «У книжной полки» и я её ведущий Андрей Печерин. 12 июля Православная Церковь празднует День Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. О величии этих служителей Божьих говорит хотя бы то обстоятельство, что к празднованию их памяти мы подходим через многодневный пост, названный Петровским или Апостольским. Разные по социальному статусу и по призванию к служению, святые апостолы стали равны друг другу в своём соработничестве Богу, так как оба немало потрудились на ниве распространения веры Христовой. И сегодня мы продолжаем слышать и читать их богодухновенные писания, которыми, когда поучались первые христиане, и которыми будут поучаться люди последних времён. Ну а мы сегодня предлагаем нашим читателям очередной Акафист, вышедший в свет в издательстве «Общество памяти Игумене Таисии», посвященный святым первоверховным апостолам Петру и Павлу. Об этой книге далее в нашей программе. Эта книга, как и все Акафисты издательства «Общество памяти Игумене Таисии», содержит в себе церковное хвалебное пение святым апостолам Петру и Павлу и жития святых, составленные почетим минеем святителя Дмитрия Ростовского. Как и положено, эта книга повествует сначала об апостоле Петре, а потом об апостоле Павле. Также и мы сейчас вкратце расскажем об этих святых в соответствии с данным изданием. Как пишет святитель Дмитрий, брат первозванного апостола Андрея, святой апостол Петр, носивший до признания имя Симона, происходил из Вифсаиды, незначительного и малоизвестного галилейского городка в Палестине. Он взял себе в супружество дочь Арестовула, брата святого апостола Варнавы, и имел от нее детей, одного сына и одну дочь. Симон был человек бесхитростный и некнижный. Проникнутый страхом Божиим, он соблюдал все заповеди Господа, ходя пред ним без порока во всех своих делах. Занятием Симона было рыболовство. Этим трудом рук своих он, как человек бедный, снискал пропитание для своего семейства, кормя жену, детей, тещу и престарелого отца своего, Иону. Когда же брат Симона Андрей привел его к Иисусу, он сразу же возгорелся любовью к Господу, уверовав в Него, как истинного Христа, посланного Богом на спасение мира. И за это удостоился наименования Камень – Петр. На этом камне Петровой веры Господь обещал создать церковь свою, которую врата адовы не одолеют. С того времени, как Иисус Христос призвал Петра на служение, не отлучался от Него святой апостол, но неотступно находился при Нем, наслаждаясь Его лицезрением и Его словами, сладчайшими пачи меда. Он был очевидцем многих великих чудес Господа, ясно указывавших на Христа как Сына Божия, в Которого и веровал, без всякого сомнения. А как веровал сердцем в правду, так и устами исповедовал во спасение. Вместе с двумя другими учениками Ияковом и Иоанном святой апостол Петр удостоился видеть на фаворе открытую им славу преображения Господня и своими ушами слышать глаз Бога Отца, свыше пришедший к Господу Иисусу. Когда же Господь приблизился к вольным страданиям своим и крестной смерти, и тогда святой апостол обнаружил свою ревность не только словом, сказав «Господи, с Тобою я готов идти в темницу, и на смерть, но и делом, извлекший меч и ударом его урезав ухо рабу архиерея». Своё троекратное отречение от Господа накануне его распятия апостол Петр омыл горькими слезами раскаяния, вследствие чего Господь после своего воскресения вновь восстановил его в апостольском достоинстве, поручив ему пасти агнцев и овец своих, чем и занимался святой до конца своих дней. О жизни апостола Павла святитель Дмитрий пишет следующее. Святой апостол Павел, прежде апостольства, называемый Савл, по происхождению был еврей от племени Вениаминова. Родился он в Тарсике Ликийском, от знатых родителей, с почётным званием римских граждан, посему и Павел назывался римским гражданином. Он приходился с родником, святому первомученику Стефану, и, вероятно, вместе с ним был послан родителями в Иерусалим для изучения Моисеева закона. Там он был в числе учеников славного в Иерусалиме учителя Гамалиила. Товарищем по учению и другом его был Варнава, ставший потом апостолом Христовым. Как отмечает святитель, Савл основательно изучил закон отцов, сделался великим приверженцем его и присоединился к партии фарисеев. В то время в Иерусалиме и в окрестных городах и странах святые апостолы распространяли благовестие Христова. Причём у них часто происходили долгие споры с фарисеями и саддукеями, отвергавшими предания и не верившими в бессмертие души, и со всеми книжниками и законоучителями иудейскими, которые постоянно ненавидели и преследовали проповедников Христовых. Ненавидел святых апостолов и Савл, и даже слушать не хотел проповеди о Христе, издевался над Варнавой, уже ставшим апостолом, и произносил хулу на Господа Иисуса Христа. А когда святой первомученик Стефан был побиваем камнями от иудеев, Савл не только не сожалел о родной ему крови, невинно проливаемой, но и одобрял убийства и сторожил одежды иудеев, поражавших Стефана. После того, испросив себе полномочия от архиереев и старейшин иудейских, он еще с большей яростью терзал церковь, входя в дома, схватывая мужчин и женщин, отсылал их в темницы. Не удовлетворяясь гонениям верных в Иерусалиме и продолжая дышать угрозами и убийством на учеников Господа, он отправился и в Дамаск с письмами первосвященника к синагогам, чтобы и там, кого найдет из верующих в Христа, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Именно на пути в Дамаск Господь чудесным образом призвал Савла на апостольское служение, который вскоре стал именоваться Павлом. Как и апостол Петр, апостол Павел много потрудился в распространении Христовой веры и справедливо почитается вместе с всем столпом Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Оба они мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день, 29 июня по старому стилю, а по новому 12 июля. В заключение данной книги издатели приводят слово святого Иоанна Златоуста на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Этим словом и мы закончим нашу сегодняшнюю программу. Святитель Иоанн говорит. Что больше Петра, что равно Павлу делом и словом? Они превзошли всю природу земную и небесную. Связанные телом, они сделались превосходнее ангелов. Итак, что скажем об учителях горнего и дольнего естества? Я не имею достойного слова восхвалить прославивших род наш, просветивших сушу и море, истребивших в сердцах людей неверных, корень грехов и насадивших семена благочестия. Петр есть предводитель апостолов. Павел – учитель вселенной и причастник горных сил. Петр – уста беззаконных иудеев. Павел – призыватель язычников. Петр – начало православия, великий священнослужитель церкви, необходимый советник христиан, сокровищница горних даров, избранный апостол Господа. Павел – великий проповедник истины, слава вселенной. На небеси человек и на земли ангел, слава церкви, орел, парящий в высоте, духовная лира, бдительный кормчий Христовой Церкви. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Поздравляем всех с праздником! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok